Добро пожаловать на Дебейт Найт! Меня зовут Дмитрий Песков, и я работаю директором направления «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив. Перед тем, как мы сегодня начнем этот вечер, я хотел бы представить слово заместителю министра связи и коммуникации Российской Федерации Марку Шмулевичу. Марк! Добрый день! Очень приятную атмосферу сделали организаторы, и вот у меня ощущение, что половина зала знакомых, оставшиеся незнакомые, но веселые люди, и много ожиданий сегодня встречи. Я подумал следующее. Тема «Благоприятна ли Россия страна для стартапов?» обсуждается уже очень давно. Она обсуждается фактически постоянно, но тематика и направленность этого обсуждения постоянно меняется. Я 10 лет назад, в отличие от многих из вас, был далек от этой индустрии, поэтому мне пришлось узнавать и смотреть, а что же говорили 10 лет назад в основном про стартапы России. И дискурс тогда в основном был построен вокруг того, что в России нет инвесторов, а пойдут ли вообще хоть какие-то инвесторы в Россию, а как же вообще нет этой инновационной движухи, которая нужна. Прошло 10 лет, все изменилось принципиально. Инвесторы есть, возникли десятки, не знаю сколько, 30 или больше венчурных фондов в России, куча изданий, которые про стартапы пишут, и естественно, наверное, тысячи стартапов в России. Ну уж по крайней мере больше одной тысячи точно. Поэтому та проблема снята. Но возникла новая проблема. Какой дискурс мы видим сейчас? Да, деньги есть, но в основном деньги не умные, нам нужно больше умных денег. С другой стороны, вроде как проекты есть, но они заканчиваются, люди имеют идеи, умеют делать какие-то базовые проекты, но плохо пока умеют их продавать, не хватает бизнес-навыков, не хватает менторов. То есть дискурс остался, хорошая в России следа для стартапов или нет, но сместился. Однако рынок принципиально развился и фактически появился. Скорее всего, через 5 лет, опять-таки, такие же дебаты, наверное, будут иметь смысл, но только основные акценты будут еще другими. Я не знаю какими, может быть, выходы уже станут играть первую роль. Тем не менее, сегодняшние дебаты крайне интересны. И последнее замечание такое. Я здесь фактически на работе, потому что в сфере моих обязанностей есть, в частности, и создание условий для того, чтобы IT-компаниям жилось в России и в российской юрисдикции лучше. Поэтому я, наверное, в первую очередь буду слушать команду, которая будет говорить, что в России стартапам плохо, записывать и призываю всех быть конструктивными. Спасибо. А теперь я рад представить наших спикеров, которые будут защищать позиции. Итак, справа от меня это команда «Да». Профессиональный отец-основатель Сергей Белоусов, профессиональный инвестор Максим Красных и человек, который профессионально вяжет цепочки из инвесторов и основателей Сергея Фаги. Защищать позицию «Нет» будет человек, который показывает нам кино по интернету, Дмитрий Алимов. Специалист по перфокартам Андрей Мовчан. И человек, который первым догадался купить банкиру, Александр Лупачев. У нас будут очень жесткие и очень справедливые правила. Наши сегодняшние дебаты будут состоять из четырех частей. Первая часть – презентации аргументов каждого спикера. Вторая – вопросы и ответы. Третья – заключительная речь каждого спикера. И четвертое – выступление экспертной панели с комментариями. Каждый из вас, я надеюсь, уже проголосовал сегодня. У нас будет второе голосование. У нас продвинутые организаторы. И победителем у нас будет считаться не та команда, за которую проголосовало больше всего людей, а та команда, которая смогла набрать больше голосов во втором голосовании по сравнению с первым. То есть смогла изменить ваше мнение в свою пользу, привлечь, купить ваши голоса. Поэтому очень важно второе голосование. Мы голосовать будем с мобильных телефонов, но до того, как вы их включите в голосование, я прошу сделать то же самое, что сделал я, и мобильные телефоны выключить. Иначе мы с вами будем похожи на гастроли Большого театра за рубежом. В не самых культурных странах. Я пока не вижу движений, понимаете? Тут же все должно быть сразу видно. У вас должны быть понятные движения большим пальцем, как вы выключаете свой мобильный телефон. Ну хорошо, будем считать, что остальные все настолько продвинутые, что уже сделали это заранее, а иначе, я надеюсь, вам будет стыдно. Мы начнем выступление в последовательности «За». Мы начнем с Сергея Белоусов. Сергей создал какое-то нереальное количество технологических стартапов, по-моему, большинство из них успешных. Там что-то за 20, по-моему, да? Это вот такое. Но они живут в разных сторонах мира. Вопрос. А в России будут жить? Сергей, ваше слово. Да, мне кажется, обязательно будут. Мы тут распределили роли. Я собираюсь вам сказать два аргумента, которые мне кажутся очень важными. Один из них – это то, что Россия – одна из очень многих стран мира, где есть уникальная экспертиза в каких-то областях. Есть еще очень сильная математическая школа. Есть достаточно хорошо функционирующая научно-образовательная школа. И поэтому именно в России могут получаться стартапы со сложными технологиями. Сложными не с точки зрения бизнес-моделей, только как сейчас обычно бывает в интернет-мире. А из точки зрения того, что повторить их технологии реально сложно, они являются уникальными. Ну, на самом деле, этому уже много подтверждений. Именно в России своя собственная search engine, Яндекс. Именно в России есть такие компании, как Абби, Parallels, Kaspersky – это достаточно сложные технологии. И это относится не только к тому, что было создано на остатках Советского Союза, но и к современному миру. Вот сейчас, например, появляются такие стартапы, как Nginx, которыми пользуются во всем мире, он является лидерами во всем мире и создан российскими инженерами. Это аргумент номер один. Аргумент номер два – он относится к тому, что можно рассуждать, если здесь экосистема или нет, но если посмотреть на последние 10 лет и на текущую ситуацию, Россия – одна из немногих стран мира, и точно что, скорее всего, на одном из первых, если и на первом месте в Европе, по количеству компаний с большими капитализациями или потенциально большими капитализациями, потенциально миллиардными капитализациями, такими как Яндекс, Касперский, Акронис, Параллелс, Абби, внутренними компаниями, такими как 1С, СКБ Контур, Прогноз, ЦФТ и так далее. И это, опять-таки, относится не только к компаниям, которые были созданы 10, 15, 20 лет назад, но это также относится к современным компаниям. Я думаю, что сейчас есть пара десятков компаний, выходцев из России, которые однозначно считаются компаниями, и которые могут достигнуть миллиардных капитализаций. Это достаточно уникальная вещь. Сергей, спасибо. Мы услышали два аргумента «за». Мы начнем из вопросов «против». Я хочу представить слово человеку, который еще загружал перфокарты в компьютеры, если кто-то из вас в зале это помнит, вряд ли. А сейчас он в основном загружает деньги в стартапы. Андрей Мовчан, пожалуйста, ваши две минуты. Спасибо. Спасибо всем, кто пришел. Я думаю, что мы должны подойти к вопросу не как политики, а как биологи. Вы знаете, питательная благоприятная среда с точки зрения биологов это там, где есть бактерии, там, где они размножаются. А где они не размножаются, сколько мы аргументов не приводили, это среда непитательная, плохая. Так вот, давайте посмотрим на бактерии. У нас объем сделок в 2012 году в области технологических стартапов составляет примерно 1% от объема сделок в Штатах. 45% от объема сделок в Израиле. 70% из этих сделок, всех, это три сделки, сделанные Сбербанком и Роснано. Это силикон, это стекло. Я не буду комментировать, вы знаете, что это за сделки. Из остальных сделок 80% это IT. То есть, фактически, это не технологические стартапы, а сервисы, которые можно было бы также точно купить за границей. На технологии промышленные приходится, по-моему, 5% из остатка и порядка 8% на биотехнологии. Вот это наша статистика. С точки зрения экосистемы, у нас порядка 160 инкубаторов в стране. Это трехзначная цифра. А в Германии 5000. Германия никогда не считалась столицей стартапов, и там нет специальных государственных программ на эту тему. Вот это то, что касается простой оценки, насколько благоприятна среда и как в ней реально живут стартапы. Дальше, мне кажется, спорить надо не о том, благоприятна она или нет, а почему она такая. И здесь пара аргументов, которые я могу привести, почему. Они тоже очень простые. Я как банкир не могу говорить ни о чем, кроме финансов. Я буду говорить, собственно, об этом. Во-первых, вы, наверное, все знаете, что требования у российских инвесторов к срокам во много раз меньше, более сжаты, или выше, если хотите, чем требования в мире. У нас через три года конец света, через два надо сделать экзит, это стандартный подход. В мире это, конечно, не так. Наши требования по IRR у инвесторов в России хорошо характеризуются требованиями Роснано. Роснано говорит про 17%. Это компания, которая должна поддерживать новые бизнесы. Да, вы, наверное, представляете себе, какие требования у Private Equity. Мы считали, что с требованием российского Private Equity за сто лет стартапы должны обеспечить захват всего мира, иначе просто Private Equity не готовы в них инвестировать. Вот это так работает. Андрей, понятно? Спасибо, я жесткий модератор. Две минуты закончились, идем дальше. Серьезный удар. Команда за. Профессиональный инвестор, человек, который, несмотря на все эти цифры, уже больше 10 лет инвестирует в эту самую, как нам объяснили, кислотную солиду, Максим Красных, пожалуйста. Спасибо. Вообще спасибо огромное организаторам, что они выбрали невероятно горячую тему, которую разделило инвесторов и предпринимателей из одной компании «Островка». И, наверное, я бы хотел Андрея поддержать здесь и поговорить чуть о цифрах. Есть два фактора, которые сами предприниматели выделяют как наиболее важными для себя с точки зрения того, интересен им определенный рынок, благоприятен или нет. Эти факторы – это доступность капитала и размер этого рынка. Давайте посмотрим на Россию. Россия на сегодняшний день – это рынок номер один в Европе по количеству интернет-пользователей. Это рынок электронной коммерции, который по результатам 2012 года составил 12 миллиардов долларов и продолжает расти на 20-30% в год. Это 250 русскоязычных пользователей интернета в регионе. Совершенно очевидно для любого предпринимателя, что это рынок, на котором можно строить масштабный бизнес. Теперь о доступности капитала. Опять же, посмотрим на цифры. В 2012 году произошло, как ни странно, в глобальном масштабе сокращение рынка венчурных инвестиций, который упал в Штатах на 15%, в Европе на 20%. Россия – одна из немногих крупных стран, которая показала рост. Здесь объем вечерных сделок увеличился с 570 миллионов в 2011 году до, по разным оценкам, 900-1 миллиард 100. И действительно, 70-80% пришлось найти. То есть, собственно, та история, которую мы сегодня с вами обсуждаем. Ну и в конце концов, можно обратиться к экспертам, было исследование стартап-геном, которое недавно было проведено, которое поставило Москву в топ-20 лучших эксистем для стартапов впереди Берлина и Сингапура. Да, у нас есть проблемы, но, так скажем, не признавать тех результатов, которые были достигнуты за последние годы, мне кажется, неправильно. Спасибо. Я понял, лжет, как венчурная статистика, да, значит. И аргументы против. Александр Лупачев, человек, который работает в компании, которая инвестирует с 1993 года, то есть ровно 20 лет, да, компания Russia Partners уже на рынке. Но, посмотрите, 20 лет инвестирует и против. Да, за 20 лет Russia Partners видел около 12 тысяч компаний, и в технологической среде 99% были убыточные, а у 90% не было выручки вообще. И здесь важно понять, почему. Не умеют продавать или нет спроса. И здесь я хотел бы обратить внимание на самый важный момент в бизнесе любой компании. Платежеспособный спрос. Кому это надо, и кто за это готов заплатить деньги. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, совсем не надо работать в инвестиционной компании. Достаточно поглядеть вокруг себя. Любые технологические предметы, которые мы видим вокруг себя, сделаны не в России. BMW, вот этот микрофон, вот этот микшер, свет, и даже имплант моей нижней челюсти – все импортное. Немножко о цифрах, о которых говорил Сергей. Цифры, конечно, впечатляющие, но относительно масштаба экономики России не значат практически ничего. Выручка, если правильно посчитать, всех интернет-компаний в нашей стране в прошлом году составила около 5 миллиардов долларов. Это выручка «Газпрома» за 4 дня. По сути, стат погрешности, если все знают, как работает «Газпром». То же самое касается и экспорта софта. Другое направление, которым все гордятся, и представителем которого является другой Сергей. Экспорт ПО из нашей страны за рубеж в прошлом году составил те же 5 миллиардов. То есть еще 4 дня работы «Газпрома». Все. У нас, конечно, представители институтов развития и правительства стараются принуждать к инновациям, но мы как инвесторы считаем, что принуждать не надо, нужно идти к тем клиентам и на те рынки, где спрос уже есть. Спасибо. Аргументы серьезные. То, что мы все не существуем и всего лишь стат погрешность, да, это сильно. Я хотел бы передать слово представителю команды «За» такому вот погрешности невозможной, который, во-первых, статистическая погрешность, во-вторых, вернувшиеся из-за Кремниевой долины и почему-то стартовавшего свой бизнес в России, который верит в успех, несмотря на то, что вот его инвесторы рядом не верят, люди, с которыми он устраивает публичные скандалы, сидят в одной команде, но тем не менее посмотрим, что он сможет сказать «За». Сергей Фаги, пожалуйста, «Островокру». Ну, я бы хотел начать с того, что действительно сказать, что для нас мы как бы, когда смотрели возвращаться в Россию, мы реально вернулись в Россию из Кремниевой долины, значит, потому что мы видим здесь более благоприятную среду для работы, чем та, которая существует там. И в первую очередь это так из-за того, что господа с другой команды преподнесли как негатив то, что в России создается небольшое число технологических компаний. Вы что, хотите работать там, где выше конкуренция? Я нет. Значит, нам нужно смотреть на то, где есть потенциал для развития новых компаний сегодня, а не то, где уже развитая технологическая индустрия. И этот потенциал явно здесь. В нашей индустрии онлайн-бронирования отелей мы видим то, что в России самые высокие средние чеки в мире, за исключением маленьких стран Пана, Монако или Люксембурга. Здесь относительно низкая конкуренция за клики, которые мы привлекаем. Мы видим операционно, что здесь конкуренция ниже, и рынок огромный, один из самых больших рынков в мире, внутренний рынок. То есть, во-вторых, здесь есть присутствие именно технологического таланта, который исключительно является самым критичным фактором работы технологических компаний. Здесь можно нанять тех людей, за которых вы никогда не сможете бороться с Гуглом, Фейсбуком, Твиттером и всякими другими компаниями в Кремниевой долине. Их там нет, а спрос огромный. Если вы поедете туда, будет намного тяжелее. И третий момент, это то, что часто говорят про отсутствие капитала. Наверное, отсутствие капитала не настолько решено здесь, как могло бы быть. Но, несмотря на это, мы за первые два года своего существования привлекли 30 новых инвесторов, которые никогда не инвестировали раньше в Россию. Они вложили в нас порядка 40 миллионов долларов. И мы видим существенный спрос на то, чтобы инвестировать в Россию. То есть, если подрезюмировать, то с нашей стороны мы видим людей, которые работают в России и которые говорят, да, это благоприятная среда. С той стороны мы видим нескольких людей, которые тоже работают в России, но почему-то при этом говорят, что среда неблагоприятная. И используют такие аргументы, как то, что сделаны штуки импортные. Если я сейчас сяду в конференц-комнате в Кремниевой долине, все тоже будет сделано в Китае. Какая разница, где оно сделано? Спасибо. Мы сейчас как раз спросим у человека, который с другой стороны, который инвестирует в компанию с противоположной точкой зрения. Это вот Дмитрий Алимов, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, во-первых, я рад, что есть такие люди, как Сергей, которые приехали из Силиконовой долины. И я знаю еще, может быть, там человек 10 таких, да. Но при этом мы знаем, что в Силиконовой долине живет где-то 200 тысяч русскоязычных людей, которые в большинстве своем занимаются инновациями. И очевидно, из них вот всего там человек, наверное, 10-20 решили, как Сергей, заниматься инновациями в России. А в обратном направлении уезжают сотни тысяч, да. Поэтому люди голосуют ногами тоже. И если мы посмотрим на местные наши таланты, которые у нас есть, что мы увидим? На самом деле все начинается с людей, да. И в России, ну вот были результаты опросов, где всего лишь 2% россиян хотят быть предпринимателями. Для сравнения, такая цифра в странах БРИК составляет 21%, в Америке эта цифра составляет 46%. То есть пул людей, которые завтра могут стать предпринимателями и строить этот бизнес, он очень мал, да. Та же самая проблема на уровне менеджеров. Понятно, что опытных бизнесменов у нас очень мало из-за того, что наши бизнес-школы очень плохо работают, а на практике у нас всего было 15 лет того, чтобы что-то людям научиться управлять бизнесом, да. Еще одна проблема, которую тоже наверняка все мы о ней знаем, хотел бы упомянуть, то, что наши предприниматели, в том числе и технологические предприниматели, практически не интегрированы в мировой бизнес, да. Из них мало кто говорит, меньшинство говорит по-английски. У нас всего лишь 5% россиян говорит на английском. Понятно, что в других странах, таких как Европа, Израиль, США, естественно, эти цифры на порядок больше, да. Не только это, также россияне не путешествуют и не имеют ежедневного контакта со своими коллегами мировыми. Бизнес у нас сегодня глобальный, и невозможно, не общаясь ежедневно, в том числе лично, делать его в одной отдельно взятой стране. Конечно, есть у нас визовые барьеры, конечно, у нас там дорогие билеты на авиаперевозки, и из-за этого мы просто маленький изолированный островок. Россия маленькая страна. Итак, мы услышали мнение. Я прошу зал пока так подумать предварительно, изменилась ли у вас точка зрения. А пока вот есть заранее подготовленные коварные вопросы от меня каждой команде, и я хотел бы первый вопрос задать команде за и услышать очень короткие ответы на это. Если вы верите в Россию как благоприятную страну, то, первое, готовы ли вы перейти в российскую юрисдикцию? Второе, готовы ли вы перевезти сюда все свои деньги? Третье, готовы ли вы здесь лечиться? И готовы ли вы здесь учиться? Пожалуйста. Спасибо, Дмитрий. Давайте я попробую ответить. Вообще, тема сегодняшней дискуссии меня очень удивляет. Она совершенно странная. С моей точки зрения, сама по себе тема может являться контраргументом к нашей позиции. То есть, конечно же, в стране, в которой инвестиции и технологическое предпринимательство хороши, никто не обсуждает, хороши они или нет. Это как обсуждение, что хорошо, смерть или жизнь. Мы все умираем или мы живем? Ну, мы одновременно умираем и живем, но, по-моему, обсуждать этот вопрос бессмысленно. Жизнь намного лучше, чем смерть. И, конечно же, среда становится лучшей и хорошей. Вторая вещь, это то, что на самом деле и наш уважаемый ведущий, и противоположная сторона, они как бы перетасовывают факты искусственным образом. Я, например, не думаю, что очень хорошо заниматься, ну, лечиться, например, я не знаю, в Китае. Но при этом там очень даже неплохо строить технологические компании. Там есть, несомненно, огромный локальный рынок. Поэтому мне кажется, что вот эти вопросы по юрисдикцию, про что еще? Про деньги, про медицинское обслуживание. И про что? Учиться? И лечиться. Да. Про учиться, ну, наверное, не так все плохо, но про лечиться тоже люди какие-то лечатся. Ну, юрисдикцию, деньги. Мне просто кажется, что это скорее... Знаете, я был в Финляндии на неком собрании, и там какой-то дяденька, он сказал, вот, мы в России как бы нельзя заниматься розничным бизнесом. Очень тяжело заниматься, все время проблемы. И дальше просто у меня возникла такая мысль. Ну, и какой у него оборот? Ну, несколько миллиардов. Он заработал сколько денег? Ну, например, там полмиллиарда или миллиард. Вообще, любое предпринимательство возникает только там, где есть какие-то проблемы. Если проблем нет, то предпринимательство невозможно. То, что лечиться нельзя, это возможность для медицинских стартапов. То, что учиться нельзя, это возможность для стартапов, которые занимаются образованием. И так далее, и тому подобное. Сергей? Итак, мой вопрос к команде против. Собственно говоря, вопрос почти тот же самый. Вот, если вы говорите, что все так плохо, то почему вы, а, не уезжаете, и, б, продолжаете инвестировать? Ответьте мне четко, конкретно. Это шизофрения или двоемыслие? Давайте я попробую начать. Меня коллеги все-таки поддержат. Я буду намного быстрее наших оппонентов отвечать. Значит, мы не уезжаем, во-первых, просто потому, что чем выше риски, тем выше доход. Именно поэтому люди инвестируют в Нигерию, в том числе, но никто не обсуждает, хорошее ли место Нигерия для технологических стартапов. Правда? Во-вторых, мы не уезжаем, потому что мы говорим на этом языке, живем в этой культуре и хотим для этой страны что-то сделать. И поэтому мы утверждаем, что здесь плохо, потому что хотим что-то изменить. В отличие от тех, кто хочет сказать, что здесь все хорошо и ничего дальше не делать. В-третьих, мы не уезжаем, потому что мы обеспечили для себя возможность работать со всем миром. Несмотря на то, что это тяжело, сложно, требуются визы, перелеты, достаточно тяжело в нашей инфраструктуре это работать. Тем не менее, мы выводим на рынок из России компании, которые получают рынок в Штатах. Мы приводим деньги из России в Штаты же, для того, чтобы инвестировать в компании там. Мы работаем с Израилем, с Ближним Востоком, с Европой. Это дает нам возможность существовать. Если бы нам приходилось работать только с Газпромом, думаю, что мы бы уехали куда угодно, хоть в Нигерию. Я думаю, что Газпром вас, конечно, и в Нигерии достанет. Но у нас следующий раунд уже это вопросы спикеров другой половины. Я надеюсь, что у каждого есть уже свое такое отравленное копье подготовленное. Дмитрий, ваш выстрел первый. Вы должны выбрать жертву и назвать ее. Кому вы задаете вопрос конкретно? На самом деле, пока Александру передам это право. Хотел бы задать вопрос Сергею, Сергею Белоусову. Он у нас, наверное, самый опытный, наверное, самый успешный бизнесмен. Если бы Сергей в свое время не уехал в Сингапур и не создал компанию Perloss со штаб-квартирой в США, стал ли бы он таким успешным и большим? Да, это очень хороший вопрос. На него однозначный ответ. Я бы стал гораздо более успешным, если бы не уехал. Я могу прям пошагово объяснить, каким образом мой уезд в Сингапур был очень интересным приключением, создал мне определенное количество, может быть, репутационной видимости, но заведомо уменьшил мой успех как бизнесмен. Поэтому тут, к сожалению, ничего хорошего не скажешь. Не ходите, дети, в Сингапур гулять. Хорошо, услышали. Коллеги? Я бы хотел задать вопрос Дмитрию Алимову. Вообще Дмитрий удивительный человек, потому что это, я думаю, как аудитория знает, один из, наверное, наиболее активных защитников вообще инвестиционного рынка в России. Я честно скажу, что я готовился к этой дискуссии по его вообще статьям. Дмитрий сказал интересную вещь о оттоке интеллектуального капитала, хотя на самом деле, опять же, приводил совершенно другие цифры, совершенно недавно. Поэтому я бы хотел Дмитрия попросить прокомментировать, при том, что, опять же, с той стороны много инвесторов, и они подняли достаточно большие фонды на России, вот что бы Дмитрий мог сказать своим LPs, которые сейчас сидели бы в зале, то есть инвесторам своего фонда. Спасибо большое. На самом деле, как знают некоторые люди, я действительно часто защищал Россию, в том числе и в международных миде, и в дебатах с международными финансовыми профессионалами. И на самом деле я согласен с тем, что Россия воспринимается часто, особенно внешним миром, особенно англосаксонским миром, неправильно, и многие вещи относительно России люди не понимают. Поэтому для этой аудитории мне часто приходилось быть таким рупором и объяснять, какие есть хорошие, какие есть позитивные вещи о России. Здесь мы находимся в этой аудитории, здесь это не международная миде, это мы россияне, мы те люди, которые должны сделать эту страну лучше. И вот между нами мы прежде всего должны оценить трезво текущее состояние и оценить, что плохо, что хорошо. И вот самым неправильным было бы успокоиться и сказать, что в России благоприятная среда для технологических стартапов, это не так. Мы должны очень многое сделать для того, чтобы она стала благоприятной, и это начинается с трезвой оценки ситуации. Дмитрий, спасибо. Не забывайте, в зале же может быть много иностранных агентов. Но в любом случае вопрос вашей стороны. Отлично. Я хотел бы задать вопрос и Сергею, и Максиму. Можете оба ответить? Нет, не могут одному. Хорошо. Начнем с Максима. В какой юрисдикции структурированы все инвестиции вашей компании? Вопрос легкий, потому что на него ответил Сергей. Не так важно, как, наверное, структурировать инвестиции, и важно, куда в итоге они направляются. Вне зависимости. Мы все живем в текущих реалиях. Это факт, что сейчас в России сделки структурируются в офшорах. Если мы смотрим на то, где они тратятся, и где в итоге, куда они вкладываются, то, безусловно, интеллектуальный капитал создается в России. R&D-подразделения софтверных компаний, в которые вкладывают Intel Capital, находятся в России. Поэтому деньги эти расходуются здесь. То, что сейчас в рамках переходной экономики, которая и есть, которая сложилась, нет юридической базы для того, чтобы сделать эти сделки в России. Но это те условия, в которых мы работаем. Это не значит, что этот рынок неинтересен, и на нем нет возможности. Максим, спасибо. Я перевожу. Просто офшоры являются частью экосистемы российских стартапов. Ваш вопрос, пожалуйста. У нас есть такой вопрос, что просто в таких дискуссиях очень важно помнить, что в мире вообще все относительно. Не бывает хорошо, не бывает плохо. Бывает лучше и хуже. А бизнес – это такой универсальный вид деятельности, в которой есть измеритель хорошо и плохо, и, соответственно, лучше и хуже. Это больше и меньше. И поэтому хотелось бы задать вопрос, так сказать, оппонентам. Если Россия – это плохая среда для инвестиций, то где тогда хорошая среда, и почему там можно заработать больше денег, будучи технологическим предпринимателем или будучи технологическим инвестором? Кому вопрос? Опусти. Ну давайте немножко цифрами еще раз пооперируем. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вернуться к статистике и посмотреть результаты прошлого года. В Кремниевой долине в прошлом году было совершено 3200 венчурных сделок на 30 миллиардов долларов. Это короткий ответ, где можно инвестировать. Еще более интересный момент для инвесторов – это не число входов инвестиций, а число выходов. В нашей стране на 200 инвестиций на вход в прошлом году было 12 на выход. 1 к 19 практически. То есть инвесторы очень редко в нашей стране что-то зарабатывают. В Штатах цифры инвестиций и выходов паритетные. И это, собственно, позволяет стать богатым не только предпринимателям, но и их инвесторам. Спасибо. И ответ. Наверное, еще вопрос. Я бы задал вопрос Сергею Фаге, наверное, уже прямо в прямую человеку, который сказал, что чем меньше конкуренции, тем лучше среда. Вот меня в плохой американской школе учили, что чем выше конкуренция, тем больше качество того, что в ней растет. Если вы считаете, что хорошая экосистема – это там, где конкуренция низка, то, наверное, вы думаете, что в Мозамбике хоккей лучше, чем в Америке, например. Ведь в Америке конкуренция между хоккеистами намного выше. Или футбол, например, лучше не в Англии, а где-нибудь в Таиланде. И почему, по-вашему, хоккей и футбол, у которых прямые, понятные способы конкурирования и успеха, так диаметрально отличаются от бизнеса предпринимательства? Вопрос, который мы здесь обсуждаем, был в том, является ли Россия благоприятной сферой для стартапов. Благоприятная равно возможность зарабатывать деньги. Возможность зарабатывать деньги существует на тех рынках, где нет очень сильной конкуренции. Если коллеги с этим не согласны, то я предлагаю им начать авиакомпанию в Соединенных Штатах. Допустим. Есть многие другие рынки, где конкуренция очень высокая, и у них, несомненно, получится выстроить очень качественную компанию в результате. Но, наверное, я бы не сказал, что у них получится заработать деньги. А здесь вопрос именно про то, где есть возможность зарабатывать деньги. Теоретические вещи, которые учат в бизнес-школе, это то, что действительно качество улучшается с конкуренцией, но оно улучшается, потому что люди понимают, что там, где низкая конкуренция, есть возможность зарабатывать. Они приходят туда, больше таланта стремится туда, где есть эта возможность. Качество всего происходящего улучшается. Это процесс, и мне кажется, что это довольно очевидно. То есть, если нет, опять-таки, давайте вы начнете там хоккейную команду в Канаде или авиакомпанию в США, или что-то еще высококонкурентное. Вопрос к противникам. На самом деле, мой вопрос довольно похож на предыдущий, только развернутый в другую сторону. Все аргументы нашей команды против, они базируются на одном принципе. На том, что здесь сейчас все еще не очень развито, и значит все очень плохо. Опять-таки, почему вы инвестируете здесь, а не в развитых рынках Соединенных Штатов? То есть, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что спрашивал Сергей. И с той стороны мы услышали, что инвестировать лучше в Соединенных Штатах. Экономика также учит нас, что нужно слушать не то, что люди говорят, а слушать то, что они делают, особенно со своими деньгами. Так вот, коллеги, какой процент ваших денежных средств проинвестирован в Россию? Хорошо. Давайте я отвечу. Во-первых, конечно, процент денежных средств, проинвестированных в Россию, небольшой. И это, если вы посмотрите на... Ну, если вы откровенно будете говорить с экосистемой в широком смысле этого слова, да, у всех будет так. И очень многие вещи, которые проинвестированы как бы в Россию, на самом деле, либо они базируются на западных рынках или восточных, как на сбыте, либо они базируются на ресерче, либо они являются копикетами западных рынков. Это тоже надо понимать. Во-вторых, в Россию, конечно, инвесторы, да, инвесторы, которые стремятся получить экстра ретерн, будут приходить в Россию за очень доходными инвестициями, поскольку, действительно, когда конкуренция ниже и ниже предложения, здесь выше ставки, и там, где можно хорошо заработать, там действительно будут появляться активные, агрессивные инвесторы. Но стартапам нужно ровно обратное. Стартапам нужно, чтобы масса инвесторов консервативных готова была давать достаточно дешевые и большие деньги, и длинные. Мы не представляем из себя дешевые деньги. Мы злобные, агрессивные банкиры, выращенные в среде 90-х годов, которые готовы забрать все, что можно, порвать стартапера, отобрать, получить свою маржу и уйти. Это тоже надо понимать. И это не хороший признак для экосистемы. Прекрасное признание. Есть у нас еще вопросы? Все, все, отстрелялись. Хорошо, контрольные вопросы из зала. То есть вопрос должен быть очень конкретным. Вы должны его обратить в идеале к человеку, или в крайнем случае к команде. Перед тем, как вы задаете вопрос, пожалуйста, представьтесь. Микрофоны у нас на готове. Вот вижу дальше первую руку. Вот там. Первые лиды пока молчат, а вот там есть рука. А вы вставайте, молодой человек, вставайте. Наглость первое счастье в России, не второе. С микрофоном, да. Он сейчас подойдет. Сервис небыстрый. Спасибо. Вопрос. Понял вопрос. Кто виноват? Перевожу. В нашем… Можно уже отвечать? Да. В нашем портфеле есть несколько компаний, которые занимаются тем, что изучают поведение и поведенческие манеры своих клиентов. И они достаточно часто читают книжки по нейролингвистическому программированию. Я сам к этому отношусь скептически, но вопрос поставлен на так, что он показывает, что некая польза прочитать эти книжки для тех, кто общается с клиентами, активно есть. Потому что я не очень понимаю, почему нужно отвечать на вопрос, почему у нас все так плохо. По-моему, у нас как раз все так хорошо. Если уважаемый, так сказать, задающий вопрос слушал мое выступление сначала, мой основной аргумент как раз заключался в том, что у нас уже есть очень успешные стартапы с миллиардными капитализациями или даже 10-миллиардными капитализациями. И более того, они сейчас создаются, их будет еще больше. И поэтому, думаю, более правильно отвечать на вопрос, почему у нас так все хорошо, а мы обсуждаем, что у нас все так плохо. Спасибо. Следующий вопрос. Вот там уже с микрофоном, прошу подняться только. Владимир Розеров, Russia Partners. У меня вопрос ко всем. Просьба отвечать одной цифрой. Представьте, что вы играете в казино, и у вас есть выбор, сколько процентов отличного капитала вы готовы поставить на российский венчурный рынок? Процентов. Там 10, 20, 30 и так далее. Вот просьба просто одной цифры. Право-налево. Более 95, это факт. Казино, казино, как-то не совсем правильная, наверное, может быть, ситуация, но я думаю, близко к 100. Более 80 процентов. Ну, как знают люди, которые что-то об этом знают, конечно, венчурный капитал не может составлять больше, чем 5-10 процентов от портфеля. 5-10 процентов. Да, я, к сожалению, должен присоединиться к этой академической школе. Процентов 5. По нашему портфелю 8 процентов. Да, кажется, у нас сидят люди, отвечающие за свои слова, да, их позиции фантастически совпадают с размерами инвестиций. Давайте так, еще два вопроса. Два, вот, пожалуй, вот там. И, хорошо, первый, второй, третий. На этом жестко закончим, потому что мы сильно отстаем в графике. Кирилл Булатов. У меня вопрос к Александру Лупачеву. Лучше еще говорить, откуда вы. Не стесняйтесь. Здесь можно. Сколково. Вот, у меня вопрос... У меня вопрос, примерно, такой же, как Максим спрашивал у Дмитрия, когда он говорил, что учился на его статьях, там, когда готовился. Саш, примерно, несколько месяцев назад ты убеждал многих инвесторов, что необходимо приходить в Россию, потому что здесь очень хороший инвест-климат. Что бы ты сейчас им сказал, будь они в этом зале, почему у тебя так сильно поменялось мнение? Я бы сказал, что покупать надо тогда, когда очень страшно. Именно тогда дешево и выгодно. Откуда вы? Роман, я работаю в краудинвестиционной площадке смарт-маркет. Вопрос к команде, которая против. Сегодня тема дебатов, тема встречи, благоприятная ли встреча среда для технологических стартапов, мы рассуждали-рассуждали, мне показалось, что вы против вообще среды всей, не только технологических. Так ли это или нет? То есть плохо только с технологиями или вообще? Спасибо. Вы знаете, вообще среда – это день недели, мы не можем быть против. Среда бывает все-таки чего-то. Бизнес – это интегрированная вещь. Не бывает среда очень хорошая для стартапов и плохая для, скажем, компаний на второй стадии. Да, обычно все это развивается как одна большая сеть. Да, нас, видимо, не очень устраивает инвестиционный климат и то, куда он движется. И поскольку стартапы очень далеки от нефти, а у нас фокус на нефти, то на них это, наверное, отражается в первую очередь. Спасибо. Я хочу сказать, что… Вот возразите чуть-чуть немножко, вы дизорили мидератору. У нас в последнее время стартапы движутся к нефти семимильными шагами, я вас уверяю. В пакете некоторых здесь компаний есть стартапы, которые работают на нефти, да? Да, пожалуйста. У меня вопрос к лагерю, который выступает против того, что Россия – благоприятная среда для стартапов. Благоприятная среда подразумевает то, что в ней зарождается много новых идей. Вопрос у меня такой. Какое количество из всех потенциальных идей для стартапов и для бизнесов вы видели, которые были действительно оригинальные и новые, а не скопированные по опыту зарубежных аналогов? А почему команде против? Мне интересно, мы бы послушать статистику, которая подтвердит их. Хорошо. Я отвечу на этот вопрос. Еще раз из-за сильной оторванности российского стартап-общества от мирового, мы видим очень много идей, превалирующих 95, наверное, процентов идей, которые к нам приходят. Предприниматели считают, что они оригинальные, но на самом деле они просто даже не сделали домашней работы и не позвонили коллеге в Силиконовой долине, чтобы понять, что статар такой уже был создан и разорился. Коллеги, давайте по очереди также пройдемся. Вот 95% и вот туда. Нет, еще раз. 95% считают, что они оригинальные, а оригинальных может быть 0,5%. А, 0,5%. Окей. Ну, может быть, абстрагируясь от цифр, хотел бы назвать примеры таких компаний, которые в Рунете из России предложили реальный инновационный продукт. Вот из того, что я близко видел, это Андрей Андреев, основатель последовательно компаний Spilog, Begun, Mamba и Badoo. Badoo – это глобальная история успеха с уникальной моделью монетизации, которая, в принципе, доказала, что может побить конкурентов не только в России, но и за рубежом. И это пример вот именно самородка, который в нашей стране научился делать не только интернет-компании, но и глобально успешный бизнес. Но Badoo сделал, когда переехал в Лондон, надо будет помнить. Ну, это Лондон, это уж точно часть экосистемы российских стартапов. Да, а, пожалуйста. Я по форме хотел сказать. То есть, во-первых, как бы, ну, само соревнование нечестное. Вот если подумаете, почти наверняка большинство людей все-таки, я надеюсь, проголосовало «за», а задача наша, чтобы мы больше людей конвертировали обратно. Ну, у нас просто конвертировать людей меньше можно в «за». То есть, с самого начала, может быть, у нас все 20% конвертировать, а у них целых 80%. Ну, нечестное соревнование. А второе, я просто подумал, что действительно, наверное, наша задача, это чтобы к концу этой встречи вот не выголосовали «за», а чтобы вот та другая группа, в конце концов, стала сказать, «Ребята, да мы шутим, на самом деле мы «за». И уже начинается. Это здорово. А можно я все-таки отвечу на заданный вопрос? За предыдущее выступление. Коллеги, все-таки вопросы, у нас будет еще возможность у эксперта выступить, мы вам такую возможность дадим. Я бы хотел попросить спикеров сейчас представить свои финальные тезисы в рамках одной минуты, последовательно начав как раз с команды «против». Соответственно, Андрей, пожалуйста. Спасибо. Можно я все-таки доотвечу на вопрос быстро, до одной минуты? В рамках минуты. Хорошо. Тогда я не буду отвечать. Тогда в рамках минуты скажу, пожалуй, две вещи. Первое, то, что я наблюдаю, как банкир, как психолог, с той стороны. Нам рассказывают о том, как хорошо на этом рынке люди, которые в него готовы инвестировать 100% или инвестируют. Во всем мире это называется self-fulfilling prophecy. Как правило, инвесторы на бумах, инвесторы на пиках перед самым кризисом больше всего уверены в том, что надо инвестировать в рынок, поэтому они разоряются. Людям свойственно оправдывать собственные действия. Я думаю, что это надо сильно учитывать. Эксперт, который сам сильно заинвестирован в рынок, не может оценить его адекватно. Вторая мысль, на мой взгляд, достаточно важная. Состоит в том, что нам надо разделить доткомы и технологические стартапы, которые работают не в интернете. Все-таки интернет-индустрия один раз уже разорялась очень сильно 10 лет назад. Я почти уверен, что то же самое произойдет скоро еще раз. Это вообще индустрия, которая легко надувается и легко спадает. И какая для нее среда, если она живет очень такими волатильными прыжками, не так важно. Давайте посмотрим на то, что делается в России со стартапами, которые не имеют отношения к интернету, а имеют отношение к технологиям. Может быть, если мои оппоненты припомнят несколько, которые действительно интересны и которые капитализируемы, кроме Нитола, я имею в виду, то я и поменяю свое мнение относительно того, о чем мы сейчас говорим. Отлично. Спасибо, у них будет шанс. Коллеги, кто начнет, одноминутное выступление, цель убедить зал голосовать за вас. Я бы сказал, что очевидно, что та команда тоже за, они просто взяли эту позицию для того, чтобы, ну, потому что ее им назначили в этих дебатах. Но, значит, в России, очевидно, есть несколько факторов, которые очень важны. Это технический талант. Технический талант — это кровь, как бы, экосистемы создания технологических продуктов. Здесь он есть, во многих других местах его нет. Во-вторых, это доступность рыночных возможностей с низкой конкуренцией. Опять-таки, никто в мире не спрашивает, можем ли мы проинвестировать куда-то, где высокая конкуренция. Все спрашивают, как найти возможности, где конкуренция низкая. И именно это является благоприятной средой для стартапов. И, ну, в третью очередь, все-таки, если подвести итоги, то мы говорим, что мы поддерживаем Россию, ну, мы видим Россию как благоприятную среду, и мы здесь работаем. Я, вернувшись из Кремниевой долины, работаю здесь. Коллеги тоже работают здесь и развивают свои бизнесы здесь. И, с другой стороны, есть инвесторы, которые вкладывают деньги в этот рынок, и, несмотря на это, утверждают, что это неблагоприятная среда. То есть, очевидно, ну, решение очевидно. Спасибо. Кто-то против? Есть моменты, где мы все согласны. Это, на наш взгляд, будущее и наши мечты. Но хотел бы все-таки вернуть на грешную землю и посмотреть на реальность. А реальность описывается с точки зрения финансиста простой фразой «follow the money». Деньги в нашей стране объективно в природных ресурсах, а технологические деньги где-то еще, прежде всего в Кремниевой долине. Рекомендую не изобретать велосипед, а работать там, где деньги. Хорошо. Пожалуйста. Я бы, наверное, хотел сказать несколько слов о том, что вообще в последнее время как-то слишком много драмы вокруг сферы интернета и стартапа. И у нас есть такая, может быть, отчасти национальная особенность сравнивать себя постоянно с кем-то и не сравнивать себя, допустим, с нами самими несколько лет назад. Вопрос, мы рискуем подменять понятия в ходе дискуссии, лучше ли Россия как система, чем Кремниевая долина, ну, очевидно, нет. Благоприятно по сравнению с чем. То есть можно смотреть на рейтинги, можно смотреть, как двигается Москва, Россия в них. Эта статистика сегодня приводилась. Давайте, опять же, я, наверное, бы хотел призвать все-таки смотреть на цифры, смотреть на факты и сравнивать себя, прежде всего, с самими собой, да, и какой прогресс мы делаем относительно того, где мы были несколько лет назад. Если смотреть на эту статистику, то она достаточно позитивна. Но это не значит, безусловно, что нам не на чем работать. Поэтому все-таки вопрос благоприятности, да, давайте, наверное, чуть-чуть в контексте того, куда мы движемся, а движемся, наверное, все-таки, как мне кажется, мы в правильную сторону. Спасибо. Я очень рад, что Максим об этом заговорил, и я хотел всем еще раз напомнить, на какой вопрос мы отвечаем. Мы не отвечаем на вопрос, нужно ли среду улучшать, несомненно, нужно, да. Мы не отвечаем на вопрос, улучшается ли среда, несомненно, улучшается. Мы отвечаем на вопрос, благоприятна ли среда сегодня. И на этот вопрос ответ однозначно нет. Ваши слова, товарищ Белоус. У меня абстрактный будет такой ответ. Один из них, это то, что действительно предыдущим моим коллегам было замечено, это то, что технологический бизнес это всегда про динамику, это всегда про будущее, и это всегда про то, что вы можете создать интеллектуальную собственность, которая может увеличить стоимость актива в миллионы, миллионы, иногда даже миллиарды раз. Это совершенно необычная вещь. Поэтому бессмысленно сравниваться с Газпромом. Его дорога при текущих ценах на нефть и на газ, как актива, к сожалению, только в сторону вниз, а не вверх. И поэтому очень важно понять, что если посмотреть на лучшие инвестиции мира, лучшие экономические среды, лучшие технологических инвесторов, они достигают своих результатов на лучших стартапов. И поэтому вопрос, который касается того, хорошая ли здесь среда для инвестиций или хорошая ли здесь среда для стартапа, заключается в том, может ли быть здесь создана компания с капитализацией в миллиард долларов? Да, может быть. Такие уже есть. Может ли быть создана компания с капитализацией 10 миллиардов долларов? Да, может быть. Такие фактически есть. Mail.ru, Яндекс, может быть еще какие-то, про которые мы пока не знаем, не рассказали о своей капитализации. И дальше нужно задать себе вопрос, «Может ли быть в России создана компания с капитализацией в 100 миллиардов долларов?» И ответ на этот вопрос на удивление – да. Россия, наверное, одна из трех стран мира – Америка, Китай и Россия – такие три страны, где на сегодняшний момент может быть создана компания с капитализацией в 100 миллиардов долларов. Поэтому мне кажется, здесь однозначно благоприятная среда и для предпринимателей, и для инвесторов. Итак, зал. У вас есть право решить сегодня судьбу России, как минимум в части технологических стартапов. Вот к вопросу о Большом театре. У вас есть в ваших брошюрках номера телефонов. Я прошу вас посмотреть на них и в ближайшие 10 минут принять решение отправить смс на один из номеров, проголосовав просто пустым сообщением, либо да, либо нет. Можно спокойно делать это в фоновом режиме, а мы пока поговорим с нашей экспертной панелью. Но перед тем, как мы будем разговаривать, я хотел бы рассказать одну историю. Некоторое время назад один высокопоставленный российский чиновник поехал учиться делать технологические стартапы. И он приехал в ведущее место в мире, которое лучше всего эти технологические стартапы делала, и пришел к человеку, российский чиновник, в другую страну, и пришел к человеку, который был номер один в этих технологических стартапах. И спросил его, скажи, а что я должен сделать для того, чтобы в России получилось? Это малоизвестная страница истории, потому что этого высокопоставленного российского чиновника звали Петр Первый. Приехал он в Лондон и пришел в место, которое было тогда самым крутым технологическим стартапом в мире. Это был Тауэр, в котором располагался английский монетный двор. И принял его человек, который командовал этим монетным двором. Это человека звали Исаак Ньютон. А Исаак Ньютон сказал Петру Первому, да, он сказал, it's doable, можно сделать, но только ты должен изменить две вещи – money and church. Ответ Исаака Ньютона по поводу российской стратегии была реформа денежной системы и реформа церкви. Вот сейчас у меня есть возможность дать коллегам из экспертной панели, а из первого и второго ряда, ответить на вопрос позиции Исаака Ньютона. Что конкретно вы предложили бы изменить в стране для того, чтобы в ней заработала система технологических стартапов так, чтобы уже в этом десятилетии мы увидели капитализацию российской компании за 100 миллиардов долларов? Коллеги, можно поставить себе планку пониже. То есть что должно быть сделано с вашей точки зрения? Вот что? Где эта золотая пуля? Пожалуйста. Так, включу. Елена Евграф, Гарфт Бизнес Ревью. Я бы вот с чего начала. Есть такая замечательная компания хай-тековская, которую, может быть, многие знают. Называется Spirit. Она производит сложный софт, это файлы, собственно говоря, драйверы для работы с видео и аудио информацией. Это, в общем, она входит в мировую десятку, и в том числе в каждом айфоне, например, стоит софт компании Spirit. В России они продают 2% своей продукции. Основные рынки у них Соединенные Штаты, соответственно, и азиатские рынки. Начинали они вообще с Японии. И вот Андрей Сверденко сам мне рассказывал такую историю. Это основатель и владелец этой компании. Как он приходит, в том числе они занимаются, естественно, IP-телефонией. Как он приходит в крупнейшую российскую мобильную компанию и говорит, что вот давайте я вам сейчас, вот, скажем, решу вот вашу проблему. Вы теряете клиентов, они уходят в скайп, им неинтересно звонить по мобильным телефонам из-за границы. Давайте вот мы сделаем, ну, скажем, вот он предлагает им такой проект или предлагает другой проект. И слышит он в ответ, а покажите мне компанию, которая уже заработала на этом миллиард. Он говорит, ну подождите, но мы так не работаем. Мы сейчас разрабатываем то, на чем компании заработают свой миллиард или два, через два или через три года. Российским компаниям это неинтересно. Им хочется, они готовы сейчас у них покупать тот продукт, на котором уже кто-то заработал миллиард. То есть проблема, которая здесь отчасти прозвучала, но она прозвучала в отношении конечных пользователей. То есть вот, по чем мы покупаем билеты, например, когда путешествуем и так далее. Но есть такая проблема, что нет спроса со стороны бизнеса. И если отвечать на вопрос, я сама на самом деле хотела бы задать, что делать. Если можно, короче, вы уже кушаете время от других выступающих. Ну, я думаю, что нужно создавать условия для повышения конкуренции вообще в бизнесе, во всех отраслях. Если будет более высокая конкуренция, то появится спрос на высокие технологии, соответственно, это подстегнет и производство. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Следующий вопрос. Ответ, наверное. Ваш рецепт. Очень, очень, очень. Меня зовут Максим Фалдин, компания Вики Март. Я, в общем, наверное, один из тех десяти человек, которые Дима Алимов знает, которые вернулись сюда, в Россию, с Силиконовой долиной делать бизнес здесь. Я вам хочу сказать, что мы на самом деле живем в удивительном месте, в удивительное время. У нас все на самом деле очень хорошо. Я согласен со стороны, которая выступает за, постольку, постольку. Ну, вот мы тут сравнивали Россию с самой собой. Давайте сравним с остальными местами. Ну, да, Силиконовая долина. Никто не будет отрицать, что там явно лучше стартапам, инновациям и всем остальным. А где еще? Ну, есть Лондон, может быть, еще есть Бостон и Нью-Йорк. Да, еще пару мест в мире. Но Россия, Москва в частности, и Россия вообще точно топ-5, топ-10 этих мест. Вот. Мы за четыре года, вот то, которое я здесь нахожусь, с 2009 года, сделали гигантский шаг. Я прекрасно помню те зеленые стартапы, которые были в 2009 году. И то, что мы видим сейчас, это огромный-огромный шаг вперед. И я думаю, что за ближайшие 4-5 лет мы еще сделаем очень большой шаг, еще больше. 100 миллиардов не построим. 100 миллиардов компаний строится 20, 30, 50 лет при любой скорости инноваций. Я думаю, любой предприниматель это подтвердит опытный. Но 10-миллиардные компании еще будут, и многие из них уже существуют. Просто цикл новый идет. Вот так. Спасибо. Спасибо. Сергей Еремин, фонд пассивного финансирования Microsoft. Я хочу сказать тоже про относительность показателей. Мы много говорили про абсолютные цифры, мало про относительные. Вот наша статистика говорит, что в 2008 году в России были единицы предпринимателей серийных, которые делали бизнес на софте, которые могли выступить как менторы для компаний. И были где-то сотни стартапов, которые регистрировались в наших программах, получали какие-то ресурсы от Microsoft. Сейчас прошло 5 лет, серийных предпринимателей десятки, которых я лично знаю, и которые тратят так или иначе время на менторшип новичков. И тысячи компаний в программе. То есть прогресс очевиден. И тут как бы даже не влечет. Сергей, ваш рецепт. Да, рецепт следующий. Я неделю назад прилетел из гостей у моих коллег в Microsoft Израиль, где неделю провел, собственно... Сергей, рецепт. Ну, мне нужно 10 секунд, чтобы дойти до рецепта. Значит, провел время в попытке понять, что, собственно, они делают, что весь Израиль делает для того, чтобы стать номер один, почему они стали стартап-нацией номер один в мире. А рецепт они сказали следующий, я с ним согласен. Это менторство. Значит, в стартап-акселератор Microsoft в Тель-Авиве стоит очередь из более чем сотни менторов, успешных серийных предпринимателей, которые готовы бесплатно менторить стартапы. Значит, рецепт следующий. Если каждый серийный предприниматель, человек, который считает себя серийным предпринимателем в России, будет тратить тот самый час в неделю на менторшип хотя бы одного молодого стартапа, то у нас дело гораздо быстрее пойдет. Спасибо. Здравствуйте. Варламов Кирилл, компания Науми. Мне кажется, несмотря на большой разрыв времени, который прошел с времени Петра Первого, проблемы те же. Money and charge. Деньги, на самом деле, очень дорогие в России. И здесь, мне кажется, что, например, Центробанку стоило бы смягчить монетарную политику и сделать деньги более дешевыми. Потому что они реально очень дорогие. Из-за этого очень много что накатывается. требования по RR у фондов и так далее. И черч в текущем вообще в обществе – это телевизор. Там про предпринимательство очень мало говорят, что предпринимательство – это хорошо, это круто. Например, у меня знакомые ездили в Калифорнию, в Силикончину. И там, когда в баре молодой человек знакомится с девушкой, то его спрашивают, а какой у тебя стартап? Вот когда у нас завтра в барах девушки начнут спрашивать, а какой у тебя… Если человек не отвечает внимательно, то как бы она к нему резко теряет интерес. Если завтра будет такая атмосфера, что действительно начнут спрашивать, ну, наверное, что-то изменит. Спасибо. Ну, у нас в телевизоре есть серийные, только это не предприниматели, а убийцы. И там их как раз много. Пожалуйста, вот там вот руки очень интенсивно сзади. На втором ряду, пожалуйста, можно дать, потому что вы уже выступали. Давайте я коротко отвечу. Хорошо, да. Меня зовут Максим Кашулинский, я генеральный директор сайта Слон.ру. Если говорить о рецептах, которые можно было бы дать, даже не зная кому, наверное, правительству мы все обращаемся. Оно рядом. Да. То самый простой рецепт был бы не мешать, потому что это самое простое, что можно дать предпринимателю. И второе, если уж говорить так более развернуто, то можно было бы как-то… И это действительно бы помогло стартап-индустрии открыть себя миру и разрешить любым иностранцам с любым опытом, с любыми технологиями приезжать сюда и делать все, что угодно. Это, конечно, фантастическая какая-то мысль, но тот же Петр Первый, по-моему, ее очень хорошо понимал. И еще я согласен со многими из выступавшими в том, что отчасти проблема находится в сравнении. Мы постоянно сравниваем себя с Америкой, и это загоняет нас в какую-то тоску, в какое-то заведомо невыгодное положение. Возможно, нас стоит сравнивать с Италией, страной, которой мы примерно одинаковые по ВВП, или с Турцией, которой мы очень сильно похожи. И, опять же, когда мы сравним себя с «Газпромом», мне кажется, Александр неправильно посчитал выручку, потому что те 5 миллиардов, которые оцениваются сделки на венчурном рынке, это на самом деле не 4 дня выручки «Газпрома», а 13. Это, наверное, зависит от погоды, климат же, да? От погрешности. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Егор Руди, я основатель компании «Рудитр». У меня есть хорошая новость. Она заключается в том, что успех неизбежен. Предприниматель, я вам хочу сказать, он и через асфальт прорастет. И чем хуже, тем лучше. Вы думаете, что Израиль стал стартап нации от того, что у них все было хорошо? Ну, как бы, вряд ли. Поэтому, ну, а если серьезно, то предприниматель, мне кажется, все, что нужно, так это действительно стабильность, тут согласен с предыдущим оратором, и инфраструктура, законы, здания и так далее. А все остальное мы уже все сами сделаем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Сергей Грибов, Startup.Ax. Я просто для… у меня, в принципе, есть длинный список, который можно было огласить. Но я так понимаю, что у нас короткий регламент, так что для краткости я просто скажу что-то, что другие на самом деле не затронули. Если взять всякие опросы, в которых спрашивают, сколько процентов из населения здесь хотели бы стать предпринимателем, то процент просто безумно маленький. Два и два, по-моему. Ну, вот примерно. И на мой взгляд, одна из вещей, которую можно было бы сделать, это вот с детства прививать к людям любовь к тому, чтобы становиться предпринимателем. У меня ребенок, я, собственно, в Бостоне живу, у меня ребенок в американскую школу ходит. Так вот, он первые свои деньги заработал в 9 лет, потому что он знает, что это круто. И вот если просто вот с детства объяснять, и как бы всячески пропагандировать, что предприниматель – это круто, это хорошо, то тогда просто количество людей, которые будут в это идти, оно увеличится там. Пусть оно увеличится в 10 раз. 20% не так много. В 10 раз увеличится, уже стартапа будет в 10 раз больше. Спасибо. Я надеюсь, это только не рекомендация российскому правительству, да? Потому что вы знаете, да, что происходит с культурой предпринимательства, когда этим занимается правительство. Знаете, у нас в Пензенской области в прошлом году губернатор решил развивать предпринимательство в школах, вот в вашей логике. И всем школам спустили указание, что им нужно столько-то, значит, создать ИП и показать, что они продают такую-то продукцию. Обычная история в пензенской школе. Пятница утром учитель покупает мешок картошки, приносит его в школу, раздает детям. Они его упаковывают в пакетики и несут продавать после обеда на базарчик. На базарчик они его продали, но с убытком, потому что надо продать дешево. Он приходит вечером в учительскую и говорит, ну что, за этот день наша школа заработала минус тысячу. Пожалуйста, скидывайтесь. Вот примерно, что бывает, когда правительство в это вмешивается. Но с правительством мы еще поговорим. Пожалуйста. Лоренц Райт, Московская школа управления Сколково. На самом деле есть два вопроса, два ответа на эти вопросы. Во-первых, о том, что особо никто не говорил. Это проблема, ответ на проблема, это развитие компетенции у предпринимателей. Потому что без знаний, навыков и опыта, реального опыта, успех будет очень низкий. И потом, повторюсь, следующие фонды будут сложнее, и успех будет ниже намного. Поэтому это первое. Это для всех стартапов, на самом деле. Что касается технологических стартапов, особенно важна эта изоляция от рынка. Что наука до сих пор не реформирована, что технологии, ученые отдалены от рынка, и нет спроса. И это основной барьер для развития этих стартапов, именно технологических стартапов. Спасибо. Я понял, да. Все идем учиться в школу управления Сколково, да. Пожалуйста. Здравствуйте. Яков Вадим, бизнес-инкубатор финансового университета. Считаем, что две панацеи. Это пассивные фонды, смарт-деньги и бизнес-ангелы. Создание для них благоприятных условий, в том числе со стороны государства, для финансирования проектов на ранних стадиях. Потому что создался вакуум между технологическими проектами и технологиями в университетах, в технологических центрах, в технопарках. И теми уважаемыми венчурными фондами, которые инвестируют только в готовые бизнес-модели, самоокупаемые проекты и только на уровне масштабирования. Развивать пассивные инвестиции нам необходимо. Спасибо. Если у нас больше у экспертов нет, у нас есть один ключевой эксперт, который, я думаю, готов сделать такую выжимку и который как раз ответственен за то, чтобы как минимум не мешать. Марк Шмулевич, правительство Российской Федерации. Марк, пожалуйста. Спасибо. Я, наверное, в этот раз буду стоять лицом к эксперту. В прошлый раз стоял лицом к заму. Трудно сделать выжимку по нескольким причинам. Сейчас я попробую сформулировать несколько мыслей, которые в голову пришли. Но, во-первых, мы видели прекрасную школу психологической игры сегодня. То есть сама тема была сформулирована так, что однозначно ее понять просто невозможно. Для кого хорошая среда? И поэтому было достаточно просто, выбирая правильную сторону формулировки темы, обосновывать то, что вы говорили. Но, несмотря на то, что, вот уже замечали, вот мне понравился вопрос Кирилла к Александру, как вот он несколько месяцев назад оставил другую точку зрения сейчас. Несмотря на то, что сразу несколько высказываний сегодня меня, конечно, удивляли, потому что я знаю, что те же люди вполне могут и доказать и другое. Но это нормально в такой теме. Есть, по-моему, несколько бесспорных вещей. Во-первых, мне кажется, что тот фактор, что что-то плохо в аспекте проблемы, благоприятна ли среда России для стартапов, часто это хорошо. И действительно, вот только что говорили про Израиль и как он стал такой страной. Я абсолютно согласен, что во многом Израиль стал такой страной для стартапа сегодня, потому что было тяжело. И более того, когда вот я в конце прошлого года был в Израиле, мы встречались там с министром промышленности, мы как раз обсуждали это, он сам сказал, что если бы все не началось с огромного количества проблем, которые были у нас, когда приехали люди после создания государства, было просто негде сидеть, и на это не было денег, просто не было денег, мы не знали, что делать, и надо было где-то жить. Если бы не было череды таких проблем, то мы бы не стали так уметь их решать, и у нас бы не было такого количества предпринимателей. Поэтому то, что плохо, чаще всего это хорошо. Второй момент заключается в том, что мы как-то плавно обошли стороной ту проблему, что действительно львиная доля индустрии, если не вся, она как бы в России, а как бы и не в России. И если для предпринимателей, для инвесторов в первую очередь, ну, наверное, это не так важно, то для нас это важно. И мы в первую очередь смотрим не только на то, как сделать так, чтобы рынок развивался, ну, конечно, в первую очередь не мешать, конечно. А на то, как бы так сделать, чтобы он больше развивался в России, и чтобы через 10 лет, собираясь на такие же дебаты, мы могли действительно обсуждать институциональные условия в России, потому что заметная часть ваших инвестиций была бы в российской юрисдикции. Вот это вот сложно, но сегодня недостаточно судили. И третья тема, я смотрю со своей стороны, что все-таки может делать государство. Как бы, какие бы хорошие возможности не были для предпринимательства, должны быть люди, которые хотят и умеют и делать бизнес, и работать в технологических бизнесах, ну, и какие-то иметь минимальные знания для них. Это все-таки задача государства. Это и правильное образование, и во многом популяризация предпринимательства, инженерного дела, технологических каких-то занятий. Если посмотреть на статистику, то в России меньше 1% занятого населения, например, работает в IT-отрасли, и у меня нет такой цифры, но, например, если взять инженерное дело, мы знаем, что в России очень много инженеров, но если посмотреть статистику, то она тоже оказывается относительно всей занятости ниже, чем в огромном количестве развитых стран. Вот по IT-то цифра меньше 1%, это принципиально ниже, чем не только в США, где цифра больше 5%, но и в тех странах, которые же упоминаются, те, с которыми можно было бы сравнивать. Германия, Франция, Италия, и цифра 2-3%. Вот в этом тоже может быть проблема. Ну, соответственно, мое резюме, голосование не закончилось, да, я еще, наверное, не могу. Давно закончилось. А, закончилось. Я на стороне, что Россия благоприятная страна для стартапов, и, по-моему, большинство аргументов команды против, они верные, как сами по себе, но они не говорят, что Россия неблагоприятная страна. Когда плохо, это хорошо. Спасибо. Спасибо. У меня в руках результаты, я их уже видел, но они меня шокировали, поэтому я бы их вам не скажу пока что. Потому что перед тем, как все-таки объявить результаты, я хочу сказать слова благодарности команде Debate Night, которая, по-моему, организовывает потрясающие мероприятия с точки зрения сложности. Из этого, мне кажется, можно сделать классный технологический стартап. Ребята, вы отличные профессионалы, круто очень. А коллегам из Гарвард Бизнес Ревью, которые помогают это организовывать, Министерство связи и коммуникации, которое помогает и не мешает, у нас будут следующие дебаты, которые, я бы сказал так, плодотворно развивают эту тему, которые будут называться «Инновационная Россия. Миф или реальность?» И мы всех приглашаем в них принять участие. Я приду с удовольствием поучаствовать или в качестве зрителей, или когда меня позовут, знаете, модераторам не очень комфортно, хочется в бой. И пришла пора, мне даже страшно открывать это. Значит, у нас начальное голосование было за, проголосовало 71% в начале против 29%. Количество «Нет» несколько выросло и составило 47%. Количество «Да» 53%. Так, победила команда «Нет». Спасибо, было круто, но я присоединяюсь к команде «Да». Я-то уверен, что они все говорили неискренне, у них либо шизофрения, либо двоемыслие. Спасибо. 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 Продолжение следует...